Всем привет! Ну вот и настал этот долгожданный момент. Мы едем в Китай. Хороший кадр, пацаночки. Пляп-пляп-пляп-пляп-пляп. Такими делами занимаются подкультуром. Друзья, сегодня стартует второй буткэмп. Сейчас едем за ребятами в аэропорт. Мне интересно узнать, как у них вообще ощущения, когда впервые прилетают в Китай. О, привет! Как дела? В первом буткэмпе у нас было 7 человек. Из 7 человек стартануло 6. Поздравляю с первой партией бизнеса с Китаем. В этот раз у нас 12 человек. Все ребята приехали мощные. И мне это очень нравится. Здорово! Привет! 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 Я познакомился с Артемом. Понял, насколько глубоко он в этом разбирается. И я всегда, когда вижу людей, которые являются экспертами, не просто там, знаешь, поговорить, да? Это поговорить каждый может. Я был ведущим свадебных мероприятий. Прошу вас, посмотрите друг на друга. Запомните это мгновение на всю жизнь. За это, как мне казалось, платят деньги. Но это был, конечно, не бизнес. Вот, поэтому я даже работая с мероприятиями, да, даже когда я участвовал в организации мероприятий, я все равно так или иначе занимался каким-то бизнесом. То ли это онлайн. У нас были разные бизнесы и в Харькове, и в Харькове нас знают по этим бизнесам. Просто товарный бизнес, в чем его преимущество? Это в том, что ваши обязательства заканчиваются тогда, когда клиент забирает товар и проходит, там, скажем, 14 или там гарантийный период. И ваши обязательства заканчиваются. Если вы в услугах или если вы в какой-то другой нише, то у вас очень долгий, вы можете планировать одно мероприятие или планировать одно событие, за которое вы, по сути, получите, там, гонорар или какие-то деньги за годы вперед. И я понял, что мне вот в корне, ну, эта модель не нравится. У меня всегда была мечта иметь свободный бизнес. Бизнес, не привязанный к складам, к конкретному офису. Поэтому всегда искал что новое, что-то интересное. И пришел, по сути, к дропшиппингу. Дропшиппинг, это для меня, это свободный бизнес. Харьковчане, это встреча харьковской братвы на нейтральной территории. Это третья моя поездка в Китай. Мне понравился сам формат. Захотел попробовать с кем-то слетать, еще сравнить. Я неудачник, я третий раз в Китай. Ой, я уже третий, никуда не получается. Вся надежда, да? Я думал, что дело вам не было. Но все это китайцы. Наконец-то приехали. Считай, в 12 часов перелета. Телефон разбил, позвонить не могу. Приехал только из Артема Степанчута. Такие обовязковые две годинки, там поспать. Нет, ребят, сейчас когда спать? Учился повар, кондитер, но не сложилось. Приехал в Одессу, нужно было за что-то зацепиться. Пошел на стройку на две недели. Потом работал хорошо на кухне, в хорошем ресторане, магазин тоже на кулинарии. Ну, короче, пришлось поработать. И 2018 год, 8 декабря, я увольняюсь с работы. Начинаю искать, я уже в процессе искал товар, который можно продавать. Продавали на OLX, потом познакомились с Андреем. Год назад осенью начал заниматься товаркой, перепродажей именно оптом. Грубо говоря, закупал на седьмом километре и перепродавал по клиентам по Украине, но делал это через чужие руки. Мы с Вася потом начали работать на расстоянии, так как Вася был в Одессе. Я ему скидывал заказы, он собирал, отправлял. Есть тоже там частично дроп, розницей вообще не занимаемся. Плюс уже второй месяц развиваем доставку с Китая по Плюс. До этого момента возили только самолетом. Один раз в неделю в среднем получался груз. Там под себя, но сразу под клиентов. И сейчас вот хотим до Нового года уже выйти на большие, хотим завести контейнер. У нас есть канал, есть своя база клиентов, 1800 плюс клиентов, с которыми мы работали, которые с нами смотрят. Сейчас пример, в принципе, для нас это Артем. Андрей нашел. Я до этого с Артемом не был знаком. Это весной я буквально познакомился именно по видео. Мы узнали, начали смотреть видео. И так уже все пошло, пошло. Думаю, ну мужик как бы серьезный, там парень ездит в Китай. Ну вроде прикольно. Ну я просто смотрел, смотрел, и вот буквально там два или три года прошло. Андрей говорит, давай, ну вот есть вариант там, короче, ну поехали. Мы там пообщались с ребятами из буткемпа, которые весной первый раз ехали. Очень трендовый товар. Сейчас вот эта вот вся индустрия мейкапа, она на хайпе. Как, какие каналы продаж я буду использовать? Я намерен создать канал контрабанды через Белоруссию. Ну и понял сто процентов, что нужно ехать. Потому что я понимал, что будут новые результаты и квантовые скачки, грубо говоря. Меня зовут Раджиф, я из Калининграда. Занимаюсь недвижимостью, сдаю в аренду. Аренда. Все, сдал в аренду, это аренда. Лучше аренды нету ничего. Привет. Привет. Я вообще думал, сейчас все скажут, что сибиро одного не ждут, и все уедут, короче. А что ты говоришь, телефон почему не... Появились дырки, у меня телефон туда упал, и все, и разбился телефон. Не включается? И не включается. Самый прикол, я приехал, никого нету. Думаю, е-мое, как не звонить, если у меня все в телефоне. Ну, весь, как хорошо, хорошо, что мы встремились. Думаю, пойду туда. Супер. Как ты здесь оказался? Оказался случайно. Я сижу в интернете, смотрю всякие видео. Мне очень понравилось видео Артема Сокольчука. Увидел в Ютубе ролик по поводу китайского Тесла. Просто по всей машине камера. Офигеть, ты посмотри. Машина сама едет. И загорелся. Это новая тема, которая должна приехать ко мне в город. Как начинал арендный бизнес, почему тебя именно в арендный бизнес привело? Я услышал случайно, что где-то будет тендер у одной фирмы. Она обанкротилась, и у нее будет тендер на продажу медвижки. И я присмотрел одно помещение. Это, по-моему, не по-моему, а 400 квадратов ровно было. И они продавали ее на аукционе, вообще недорого. По-моему, мне обошлось где-то, если не собрать, около 5-6 миллионов рублей. Сделал ремонт там хороший. Все, сдал в аренду. Она у меня где-то 2,5 года проработала. Я ее сдал в аренду. И появились покупатели на нее. И продал я ее через 2,5 года за 12,5 миллионов. И в этот же момент, почему я ее решил продать, потому что продавали в хорошем месте, также через аукцион, землю большую, 1 гектар. И в итоге я продал все издание за 12,5 миллионов и купил этот гектар за 8 миллионов. Построил мойку, всегда хотел мойку открыть. Открыл мойку, стоянку сделал. Она проработала, чуть-чуть кэша отбила. И я вложил деньги в здание. Построил здание, сдал в аренду. Потом построил еще одно здание, сдал в аренду. Еще одно здание, сдал в аренду. Еще одно здание. Так построился славный город Калининград. Друзья, но собрались мы. Вот мы, наконец-то, полным коллективом. Сейчас на 6, 8, 30 машинах все едем. Вот я сегодня увидел всех ребят, которые мы сегодня встретили. Каждого. Вот я в каждом вижу себя. Настолько близкие люди и настолько хорошие, компанейские. И я уверен, это будет лучшая поездка. А что ты скажешь, Артем? Каждый из них будет требовать много внимания. Будет перетаскивать на себя одеяло. Потому что все ребята достаточно сильные. И достигли уже каких-то результатов в своей деятельности. У каждого есть свои цели. Приехали за трендами. Должно быть новое направление с хорошим LTV. Ненавижу одинразовые продажи. Это вообще я никогда с ним не работал. И это не мое. Решил поехать и посмотреть что-то новое для себя. Увидеть, понять, чем можно еще заниматься. Нас вообще интересует только опт. Мне важно упаковать свой бренд. У меня есть запросы. Оно должно быть маленькое. Оно должно быть маржинальное. Желательно дешевое. И ничего не весит. И ничего не весит. Тридцать два года. Женат. Дети. Еще раз. Дубль два. Девочка, надо, чтобы выбегала классово? Ты не мать. Блядь, ты, блядь. Ну, помолчи. Ты же мешаешь, блядь, говорить. Приехал на выставку. Выбираю товары. Род занятий дома мы оставим за кадром. Да, ну и вообще его не... Тогда он сказал, что я без работы. Я алкоголик. Но здесь конкретно я приехал, чтобы запустить новые проекты. То есть не связано с теми, что предыдущие. Я вообще к ним не привязываюсь. Ну что, ребята, мы прибыли. Фосизон ждет. Ребята ждали этого момента с нетерпением. Посмотрите, какие они счастливые. Взаимно. Аренда. Аренда. Сколько здесь можно в аренду сдать? Очень много. Очень много. И здесь все нет. Квадратно. Мы вообще рядом с соседями. А, тюрька. Я не знаю, в какой павильон я пойду. Есть пока несколько направлений. Там точно так же проскакивала много раз детская тематика, потому что это все-таки бесконечное направление. Если забрендировать и возить оптом, и розница тоже. Мы можем стартануть с розницей, а потом завести оптом. Потом, возможно, это будет производство каких-то расходников. Это будет более долгий процесс. И его бы я все-таки на первое место не ставил. Но, возможно, это будут женские, мужские аксессуары и бижутерия. Вот интересные такие направления. Хочу, как минимум, привезти 5 товаров новых. То есть, неважно, есть направление, которое я выбрал. То есть, детская конкретно меня интересует игрушки где-то на возраст до 4 лет, потому что у меня вот дочке год и 4. Когда я хочу сейчас просто прийти и купить что-то за ребенку еще, у меня просто все есть, то, что есть у них. Думаю, что много есть таких людей, как я, которые хотят купить, но не хватает разнообразия, на самом деле. Они готовы покупать. То есть, просто нужно увеличить разнообразие и дать людям возможность покупать то, что они хотят. Вот для ребят, которым интересна эта тема, что им сделать? Какой им первый шаг сделать для того, чтобы как-то включиться? Как им найти какие-то чужие деньги или найти хороший вариант под чужие деньги? Какие-то есть, ну вот, что делать? Кредит вообще никогда не надо брать. Это и в долг брать не надо. Лучше начинать с маленького. Я знаю ребят, которые начинали вот с таких палаток, а теперь у них их 100 палаток по всему городу, и они очень богатые люди. Торговые, как торговые места, да? Конечно, он построил 20 квадратов, сдал в аренду в хорошем месте. Еще 20 квадратов, это стоит не таких денег. Это будут очень сложные 10 дней для ребят. Будут эмоции, я уверен, и у меня. Будут эмоции у ребят. Все нормально. И будет непросто. Будет непросто. Будет непросто им, и будет непросто мне, вот я уверен. Завтра первый день кантона. Переходим к самому главному выбору товара. Мне бы хотелось в этот раз сыграть такую игру, в которую никто из ребят никогда не играл. Даже по тем маршрутам, которые они ранее ходили, я им хочу обыграть все так, чтобы они посмотрели на это со стороны. Вот вообще с другой. Увидеть кантонскую ярмарку ничего не значит. Важно увидеть что-то важное для себя на кантонской ярмарке и реализовать это. Короче, зашли, давай, пошли. Такого у нас еще в России нет. Очень круто. Не, это просто тематика не очень интересная. А меня током не убьет случайно? Пока-пока. Спасибо. Вообще прикольная тема. Да, прикольная. Здесь слишком шумно. Ну мир точно у меня не будет прежним. Они, по сути, продают вам в секунду свой бизнес. 5000 магазинов – это 5000 бизнесов. Посмотрим, как будут развиваться события, как у ребят будут получаться. Следите за нами дальше. Кайшеба. 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 Кайшеба.